Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами разговариваем о спелости винограда, о том, как ее определить и как определить лучшее время для сбора винограда на вино. Как мы помним, один из самых важных показателей виноделий – это уровень сахара. Именно он нам дает в дальнейшем желаемый спирт. Конечно, если мы говорим с вами о красных сортах винограда и о виноделии по-красному, есть еще один важный показатель – так называемая фенольная зрелость. В жарких странах бывает такое, что уровень сахара накапливается быстрее, чем виноград достигает этой самой фенольной зрелости. Но в наших северных регионах нам это не грозит, поэтому мы смело можем ориентироваться только на уровень сахара. Казалось бы, чем он больше, тем лучше, но бывают некоторые исключения. Какие именно? Я уже говорила в одном из роликов, где я рассказывала о подготовке виноматериала для шампанских, для игристых вин. Если мы хотим сделать именно такую классическую шампанизацию, то нам нужен определенный уровень сахара на уровне 17-19%. Если мы говорим о мускатных сортах, то я тоже говорила, что уровень сахара, я там не помню, или 21-22, или 21-23, вот в этих пределах, именно в этот момент мускатные сорта имеют наибольшую ароматику. В дальнейшем ароматика падает, остается сахар. То есть эти моменты нужно учесть, вот эти исключения. Ну и, конечно, в зависимости от того, что вы хотите получить на выходе. Есть сорта, которые и до 30 накапливают сахара. Если нам не надо так много его, значит, мы можем собрать виноград раньше. Но, судя по всему, опять же, в наших регионах это бывает нечасто. И как же определить этот самый уровень сахара? Ну, вообще, я вам уже много раз говорила о таком чудесном приборе, который называется рефрактометр. Купить его можно на Алиэкспрессе, можно купить где-то в местных магазинах. То есть вещь доступная. Именно эта вещь нам поможет определить, что наш виноград накопил. Все просто, мы, все, что нам надо, это всего лишь капнуть капельку сока. И все. Закрыли и посмотрели. Очень часто я слышу мнение, что зачем нам вообще какие-то приборы? Всегда все определяли и на вкус, и сладко, и хорошо. И тут есть определенное заблуждение. Дело в том, что наши вкусовые рецепторы устроены таким образом. Мы не столько воспринимаем сам уровень сахара за сладость, а сколько баланс сахара и кислоты. И поэтому, если кислоты мало, то нам кажется, что все, сахара там более чем достаточно. И наоборот, если кислоты будет много, даже при хорошем уровне сахара, нам будет казаться, что недостаточно сладко. И вот, как пример, русский ранний. Ягода сладкая, но уровень сахара всего лишь 16. К сожалению, сильно упал из-за дождей. Было уже 22, я мерила. Ну, идеально, можно сказать. Но так получилось, что пошли дожди, и уровень сахара упал. Следовательно, на вкусовое восприятие сахара нам ориентироваться достаточно сложно. На что же можно ориентироваться? Это на косточки. Когда ягода полностью созревает, косточка становится коричневой. Смотрите, в данном случае вот это косточки русского раннего, вот это косточки зелги. Видите, они уже стали коричневеть. Но пупсики еще зелененькие. То есть виноград еще не набрал полностью всего того, что он должен был бы набрать. Хотя зилка тоже сладкая. Просто покушать класс, уже давным-давно можно есть. Но то, что нам нужно, фенольное соединение, вот это вот все еще не добрало своих кондиций. Поэтому мы можем ждать и ориентироваться именно на косточку, чтобы она была не просто вот сама коричневая, а еще вот этот пупсик. Смотрите, по результатам замеров и косточки, да, если их сопоставить, то видно, что виноград собирать еще рановато. Надо некоторое время выждать. И в принципе не стоит спешить снимать урожай. Лучше подождать, чтобы он набрал все свои кондиции. Потому что залог хорошего вина именно в том, чтобы взять качественный, хорошо вызревший урожай. Но смотрите, мы должны учитывать всегда весь спектр факторов. Потому что, может быть, вы видите, ваша ягода по какой-то причине начинает загниваться. Все, она не довисит. Либо вы видите, что ближайших 2-3 недели, и такое бывает, будут идти дожди. И проще снять ее в кондиции даже, например, 18 сахара. И если надо повысить спиртозность, немножечко добавить, чем оставить вот на эти 2-3 недели затяжных дождей, когда все вообще может размокнуть, сгнить, либо вы уезжаете. Ну, всякие могут быть причины. Поэтому всегда есть смысл учитывать весь спектр факторов. С другой стороны, если стоит хорошая сухая погода, то куда вам спешить, что вам спасать, скажем так. Лучше поддержать урожай до максимально возможного, чтобы он набрал максимально свои лучшие кондиции. Более того, мы, например, можем немножко повлиять на эти кондиции. Есть такой способ, как подкручивание грозей, когда грозь винограда немножко закручивается, чтобы уменьшить поступление влаги туда, ну и больше концентрировались различные вещества, сахара, кислоты. Также, например, если мы делаем поздний сбор, когда урожай вообще висит до последнего, до последнего, в какой-то момент ягода уже перестает набирать что-либо, какие-то вещества. Но за счет потерь воды эти вещества, они концентрируются. В определенных условиях яблочная кислота в ягоде может начинать сгорать и тоже превращаться в сахар. Как правило, это происходит при жаркой погоде. Но, напомню, необходимо учитывать весь спектр факторов. С одной стороны, мы не спешим, с другой стороны, мы учитываем погодные условия. Потому что, напомню, при дожде уровень сахара падает, то держать до последнего, чтобы виноград становился более водянистым и даже загнивал, смысла нет. Ну и, конечно, в идеале это иметь рефрактометр, когда вы подошли, померили, посмотрели, виноград набрал нужные кондиции, значит, его можно снимать. Конечно, со временем, работая с одними и теми же сортами, с приобретением опыта, вы научитесь чувствовать ваш виноград, научитесь чувствовать вашу ягоду и понимать, когда она в самых лучших кондициях. Но для этого нужно время. Именно поэтому я вам рекомендую запастись, ну, такими простейшими приборами, которые облегчат вам жизнь. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на другие полезные видео, каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч! До новых встреч!